С миром. Молитесь, Игорь Тихович. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажительства Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную и Матерь Бога нашего, счастнейшую Ферувиму, славнейшую воистину Серафиму, без истления Богослова, рожешую и сущую. Богородицу Тебя величаем земной поклон. Слава Тui, Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веков, ами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва ради причинства Твоя Матери, силы и счастнаго, животворящего Креста, святых ангелов, наших хранителей, всех святых ради. Спаси и помилуй нас, ибо Ты благость человека любит, земной поклон бескрестного знамения. Божья, милостью, будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от мухавы, да будет боль Твоя во мне. Избави, сохрани и спаси. Царю небесный, утешителю души истинной, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси. Блажа души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава от Своей Сыну и Святому Духу, и ныне и приискно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приискно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якажи и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Но, ставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пиемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и вовеки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и хайго же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй нас на восстав. Благодарю Тебя, вся святая Троица, и ко многим героям Твоя благость и долго терпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный воробат Твоего. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие. И поднял меня спящего, чтобы привести Тебе в утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне научиться получать со Слову Твоему, разумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославить Тебя в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Девяносто седьмой псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою к Иакову и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте, Господу, вся земля. Торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте, Господу, с гуслями, с гуслями и с глазом псаломопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на сего невелик и высок Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость. Суд и правду Ты совершил в Якове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Арон между священниками и Самоил между призывающими имя Его взывали к Господу, и он внимал им. В столбе облачном говорил он к ним. Они хранили его заповеди и устав, которые он дал им. Господи Божий наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем и идите при лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцепаство Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его век и истина Его в рот и рот. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дому моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце разращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и над медного сердца не потерплю. Глаза мои на верной земле, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искорить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присны, вовеки веков, аминь. Аллилуя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуя, аллилуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротов и неизлечены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки Итак, если веру в Тебя спаса от отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо этого дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдущих меня Но это вера, да будет проющих всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастникам славы Ты вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что творит меня от Твоих руки оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, очарил Матери Моей Спаду меня, Господи, возлюбить Тебя теперь та же, как возлюбил этот свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставленный хранит мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности злому демону подчинить мне себе преобладание этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения Освятый Ангел Божий Хранитель покровитель бедной души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не принимать Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгонит меня смиренно и у несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удались скверные, лукавые и хульные помыслы из-за кона моего сердца И помраченного ума моего И погаси твое мое страстей Ибо я у Бога несчастен Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причисто имя Твое славится Во веки вечное Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатий Владимир Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощником Молите их о молодушах наших Богородица Дева Радуйся обрадом на Марии Господь с Тобою Благословен ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси Христа Спас и избавителя душам нашим Непобедимой божественной силы Честного же творящего креста Господня Не остави над грешных уповающих на Тя Спаси Господи люди Твоя И благослови достояние Твое Победа на стопротивные дары И Твое сохраняя крестом Твоим жительством Спаси Господи помилу От самого духовного родителя И сродника благодетеля Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священарея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Вадима Засимарита Андрея Максима Владимира И Глеба Не дай погибнуть Диакон Если угодно Тебе Смири власти и воинств твоих Наведи страх твой на них И через них сотвори благое от церкви твоей Сохрани их от покушения на них Владимира Деметрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена Аммана И даруй мир Израилю России, Украине, Сирии Где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю к великим и грозным испытаниям Грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь Что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться Обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников И в этот день сохрани от всякого рода зла и греха От непосильных искушений Защити и сохрани жилища наше и селения От пожара воров нечистой силы Живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафимова и Владимира Брати, благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа Пришли добрые жители с детьми Знающими и любящими уставы Твои И сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих Биктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Анастасию Всех побуди на проповедь Евангелия Спаси и помилуй Надежду Валентину, Екатерину, Анастасию Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика Тимура, Господи, обрати веру христианскую Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, на слове Александра, Александра, Сергея, Сергея, Вячеслава Возри на угрозы На пакости, какие творят враги Откроем истину и дай страх им Твой В судный день не помяни их безумия Закрой их лживые уста Дабы не вредили делу Божию Благослови благодетелей наших Воздаем добром всей жизни в будущее Елену и Людмилу Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардову Посети болящих Дай силу перенести страдания И пошли им исцеление Валерия и Лариона Кирилла Алексея Игоря, Надежду Татьяну, Татьяну Валентину Марию, Александру Неанилу Благодарю тебя за друзей и за врагов За здоровье и за болезни Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу Путешествующих И наше сокровище в интернете И книги здесь и в пути Сохрани, как по сей день было Господи Божий наш И благословит трудящихся здесь Игоря, Юрия, Димитрия, Виктора Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава На ей обратить Тимофея Тимофея, Мартина, Германа Александра, Леонтия, Симона Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе Упокой, Господи, в обительных небесных Усопших отец и братьев наших И же с верой и надеждой на воскресение Жизнь вечна Аж отошедший от жизни сей Ибо нет человека, который, живя на земле Не согрешил бы Прости им всякое согрешение Вольное Него Родители, сродников, благодетелей Всех православных христиан И сотвори им вечную память Вечный покой Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Слава Тебе наш Бог Иегова Авва Отче Свят, свят, свят Господь Саваоф Вся земля полна слава Его, Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле мир в человеках Благоволения Аллилуйя Господи, благодарю Тебя за тот день В который дал веру в Тебя Страх пред Тобой И ожидания суда Божия Благодарю за тот день В который дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов На святые каноны Как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Пресна Дева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами своими Аллилуйя Ангел Христов Хранитель мой Святой Моли Богом и грешим Благодарю Тебя, мой добрый ангел Сколько лет Ты хранил и защищал Не покинь в смертный час Когда душа будет разрушаться от тела И проведи душу мой Помытарством страшным и непонятным И веди ее навеки В вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога о нас Научи нас жить и в бедности Имея пропитание и одежду Быть благочестивым И довольным Никогда не роптать Никому не завидовать И во всем быть экономным Дабы было из чего уделять нуждающимся Аллилуйя Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец Образ кротости и воздержания Добрый архипастырь Моли Бога о нас Молите Бога о нас Святые пророки Божии Илья, Ильисей, Инох, Моисей Самуил, Аарон Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи Езранией, Меамус, Наум Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль Альде и Сафония Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми Но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками Истинной веры и сосудами Полными и ле добрых дел Соделанных в духе святом с любовью Аллилуйя Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы Херувимы и Серафимы И все небесные силы престолу Божию предстоящие Аллилуйя, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарц, Минский, Устин, Философ Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Некомедийский Георгий Победоносец, Пантелеимон Сорок святых мучеников Царь Николай, святое царское семейство Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб Да укрепит Господь народ свой Дабы никто не принял начертания зверя антихриста Молите Бога о нас Святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов Афанасий Великий, Ефрем Сирин Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Эмеподий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет И все переводчики Священного Писания Молите Бога о нас И благослови Господи помогавшим нам В пути Путешествия в миссионерском Павла, Зинаиду, Владимира Дмитрия Сергея Людмилу, Надежду И в вечности воздай добром Кто трудился над моей душой Возрастанием ее Марию, Степана Александра, Михаила, Анну Благослови Молите Бога о нас Святые жены и девы Фехла, первомученица Патина, Самарянина, Феврония Вера, Надежда, Любовь Матерь Софии, Наталья, Адриан Варвара, Екатерина, Пепетуя Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина Мария Египетская Трестила и Акила Андроник и Юния Годарует Господь женам и девам Послушание Молчание Целомудрие И стыдливость И сохрани их от всяческого поругания Господи И устраши родителей Питания, Иван Фима, Вениамина Аллилуйя Исправь непокоримость Галины, семейства И Евгении Надежда Людмила И Анна И прими нашу молитву и воздияние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле Господи Божий наш Мы просим и умоляем Тебя, услыши И исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам Любящий наш Отец Небесный Ради голгофских страданий Сына Твоя Иисуса Христа, умершего за наши грехи и пролившая Свою причистую кровь Прими нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них Спаси их, Господи И помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Раб Твой Аминь Аминь Вопросы и Словия Так называем Из книг Из нашего сайта Библейского Вопросы и ответы Это закуманилось все Вопросы и ответы Все считает Брат Сергей Павлович Это все помещено на нашем сайте Вопросы и ответы Вопрос 106 Как можно будет определить время Когда в церковь В московской патриархии Нельзя уже будет ходить Повторяю Это вопросы Которые мне задавали Когда я вел занятия В университетах Институтах В школах В милиции В воинских частях И три радиопрограммы Регулярно вел Вопросов были тысячи И они уходили Но я сохранял записки В виде записки Вот если бы я хорошо слышал А у меня слух уже начал ослабевать Ни одной записки бы не было Ничего бы этого не было И вот как будто бы недостаток А он послужил во благо Вот заранее надо Бога благодарить Я никогда не думал раньше Что именно через это Вот такое сокровище останется Многие вопросы были Утеряны А записки я хранил А потом стали просить Их опубликовать Расширить И вот то имеем Что имеем сейчас Продолжай Ответ Конкретно указать день и час Я не могу Надо смотреть и определять По признакам Как учил спаситель Но по всем признакам Видно что где-то Со всем рядом Самое страшное то Что отвергли писание Библию в церкви И истину божью Заменили ложью Пророк Иеремия Вторая глава Тринадцатый стих Ибо два зла Сделал народ мой Меня Источник воды Живой Оставили И высекли себе Водоемы Разбитые Которые не могут Держать воды Книга Пророка Исаии Сорок вторая глава Семнадцатый стих Тогда Обратятся Вспять И великим Стыдом Покроются Надеющиеся На Идолов Говорящие Истуканом Вы Наши Боги Наступит Момент Когда Эти слова Скажут К своим Ложепастырям Которых Сегодня Почитают Как Идолов Проповеди Нет Жизни Нет Движения Воды Нет Остается Только Внешняя Форма Без Внутреннего Содержания Придумали Что Богу Нужно Проговорить Пятнадцать Тысяч Слов За вечер Зажечь Свечу Самого Отвратительного Качества Они Представляют Бога Как Идола Которого Нужно Задобрить Этим Барматанем А Бог Говорит Так Притчи Двадцать Двадцать Шесть Сын Мой Отдай Сердце Твое Мне И Глаза Твои Да Наблюдают Пути Мои Книга Экклесиаста Четвертая Глава Семнадцатый Стих Наблюдай За Ногою Твоею Когда Идешь В Дом Божий И Будь Готов Более К Слушанию Нежели К Жертвоприношению Ибо Они Не Думают Что Худо Делают Евангелие От Луки Тринадцатая Глава Тридцать Пятый Стих Все Оставляется Вам Дом Ваш Пуст Сказываю Что Вы Не Увидите Меня Пока Не Придет Время Когда Скажете Благословен Грядый Во Имя Господня А В храмах И не Видя Господа Зайдите В Барнаул В Покровский Собор Или В Никольский Храм Посмотрите На Главное Распятие Что Тут Главное Раны Христа Потому Что Писание Говорит Так О Нем 1 Иоанна 1 7 Если Же Ходим Во Свете Подобно Как Он Во Свете То Имеем Общение Друг С Другом И Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Вся Греха Завесили Раны Любимого Моего Искупителя Черными Тряпками С Изображениями Католических Амурчиков И Сколько Бо Я Не Говорил Господину Войтовичу И Господину Масендичу Епископу Антонию И Уже Новому Господину Дмитриеву Епископу Максиму Все Как Загустей Вода С них Бабкам Потворствуют И Идут У них На поводу Без Этих Бабок Им Уж И Питаться Будет Нечем Пророк Осия 4 8 Грехами Народа Моего Кормятся Они И Без Что-то Исчезло Почему Исчезло Ну Бывает Так Да Ничего Не Делаешь Я пока Тут Посмотрю Что у меня Делается Обработка Завершена Загрузка Идет Может быть Чуть Мешает Как-то Одновременно У меня Загрузка Идет Большие Ролики Записал Вчера Вячеслав Предложил Все обвинения Собрал Какие там Киргизская Метрополия Против меня Ну Ответить Говорит Так Не найдешь Где Отвечали Только Записали Ролик А он Сразу же Опять Вышел На меня И говорит А вот Вчерашнее Как Канонизирует Вы уже Отвечали На эти Вопросы Как Вы узнали Что я буду Задавать Да Ничего Я не знаю Так Господь Сделал Вот Так И Ничего Нельзя Сделать Говорят Святые Отцы Будут Будут Украшать Храм Пропот Везде Когда Народ Такой Бедности Разоренный Посвященнослужитель Начинает С верхушки Везде Живут Роскошно Дачи И все остальное Народ Видит Это А это Нужно Это все Промеркнет Ничего 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 Этого Не Будет Вот В Омске Там Брат мой Служил Отец Аким Феодосий Был Матрополит Ушел На покой Кое Как Отправили Там Компанию Организовали Уже Старый Совсем Не Уходит Компанию Организовали Что не надо Другого Только Этот Этот Хороший Сколько Добра Сделал То ли Сам Руководит То ли Все таки Верхушка Там Кто Савва На покой Отправили Дахон Там Где его Было Все Выдрал И Выключатели И люстры Племяннику Все отдать Вот Представьте себе Следующий Пришел А ничего Нет Все Оторвано Света Включить Нету Ну Какая Же Это Нажива Но Если Доброе Вспомнить О нем Когда Там Обнаружили Что Рукополагает Он Только Через Первую Брачную Ночь С Матушками Шесть Священнослужителей Отошли Сразу Были Образованные Приходы От Русской Православной Зарубежной Церкви Это Благодаря Феодосии Вот За Это Уж Не то Что Благо Молодец Но Так Вот Получилось Если бы Не его Подобное Поведение То Неизвестно Что Было А так Сразу Здесь Епископ Руку Положили Сюда Одного Другого Третьего Но Пошло Не так Стали Обольщаться Что Вот Там Так Здесь Приезжают Приезжают Прищищаться Нельзя Прищищать На Прищищение Все И Полетело Приезжают Из Америки Там Из Австралии И Встречаются Здесь Где-то В лавре И так Охота Прищаститься А Прищищиться Запрещали С Беззаконниками Ну И Некоторые Сразу Да Что Такое Да Я Ухожу Туда Патриархию А Уйти Туда Нельзя Потому Что Там Нет Дверей Там Просто Хлещет Пульпа Через Порог А Я Перехожу Переходить Там Где Есть Дисциплина Где Есть Членство Работа А По Улице Человек Идет Ну Как Он Будет Я Перехожу В магазин Ну Переходи Торговые Точки Дело Тут Вот В чем Опять Уперлось Присчастье Так У старая Брятца Да И Везде Здесь Будешь По Своему Делать От Присчастья От Лучу А Дальше Ну А дальше Что Сдохнешь Под Забором Никому Ты Не Нужен Без Присчастья Не Спастись Через Присчастье Бог Прощает Грехи Хотя Этого Нигде Писание Не Написано Жизнь Дает Обновление Жизнь Дает Ну Однако Вот Так Понимают Вот Сейчас Жду Когда Подключат Нас Считает Сергей Там Я Был Дальше Сам Считать Да Наверное Это И Так Не Это Значит Вот Так А Где Это Не Знаю Даже Так Это Первый Нет Он Считает Как раз Сергей Считает А Церкви Вон Где Он Считает Это Надо Порай И Сейчас Постараюсь Найти заказчика идет потом первое это Вячеслав считает так как это переключить надо перейти вот по свете Библии кажется нащупал сейчас мы дальше продолжим сами и вот церковь на церкви считает и вот теперь первый том вот вверху первый том Сергей там хорошо делал я тут так это не могу он говорит что когда нельзя ходить в церковь где это не знаю даже сейчас посмотрю еще в адрес патриархии даже не знаю 106 кажется он говорил а так и есть ну и дальше 107 как объяснить обновление икон и то что иконы слезоточат ответ исходим из двух предположений первое что это от Бога тогда это знамение что мы не плащем начинает издавать голос слезы предметы недушевленные побуждая нас к тому же они оплакивают наше бедствие тут широкая стезя толкования так кто как и что хочет этим добиваться тот и думает вот в русско-зарубежной церкви долго показывали мироточивую иверскую икону Божьей Матери доносили с ней что икону у них украли и хранители владельца Муниоса Иосифа сгубили лиходея далее готовь канонизацию придумывающие леса и этим чудом пытались доказать свою правоту владельцы ее вот у нас мироточит значит у нас правда а не у московской патриархии у них не мироточит но вот замироточили у одного архимандрита Амросия Юраса десяток тысяч икон и зарубежные голоса поутихли правота наша доказывается на основании Библии только Святая Библия и ничего кроме Святой Библии другой вариант это не от Бога мы видим что когда Моисей начал творить чудеса перед фараоном то кудесники волхвы начали то же самое вытворять так что в этом случае мы все обольщены дьяволом с этим мироточивыми и слезоточивыми кровоточивыми и будем подобны им как идолопоклонники презренные не нужно привязываться к чудесам веровать нужно великому Слову Божию Святой Библии вот такой я давал тогда ответ но это давно было но тут появились новые сведения новое я еще это при советской власти все отвечал а где новое сейчас мы посмотрим это новое новое сейчас я открою ответ наш и вот здесь мы найдем слово вот так вопрос 1510 открытым оком том 6 Игнатий Лапкин в газетах много пишут что на Руси невиданная экспансия разных заморских доморощенных сект но ведь истинность нашей православной веры доказать не трудно это записка такая у меня в университете например ни о ком сам Бог так не свидетельствует что наша вера божественная везде миро точат иконы мощи нетленные являются идут новые канонизации православные миссионеры пользуются ли этими неотразимыми свидетельствами об истинности православия в беседе с сектантами и я даю ответ как не глупы наши горе-миссионеры но в борьбе с сектантским суемудрием они на эти доказательства в кавычках очень не упирают разве только в уме своем потухшем перечитываю все что пишут алтайские миссионеры в алтайской миссии газеты журнал такой в лампаде название газеты в александроневском вестнике в этих эперхиальных мурзилках как их называют знающие что такое духовное но и там выступление дворкина александра леонидовича профессора из москвы не смогли озвучить с упоминанием этих доводов или не захотели чтобы не смешить своих противников миссионеров православия сегодня нет практически нигде не говоря про алтай где тьма египетская по всему фронту по всей линии соприкосновения с врагами истины и сектантов хотя и командировка профессора по сектоведению уже позади но ничего не изменилось в этом плане и никогда никогда в образимом будущем не может ни на йоту измениться московская московская патриархия не может никуда притулиться как только к своим корням традициям крестным ходам поиску все новых и более чудесных чудес это ее история ее опыт ее подобие жизни они пока еще машут широкими рукавами с трибун съездов конференций форумов и прочих порождений плотского ума конкретно посмотрите на это чудо крестный ход на крещение в господне на лоб стоят на льду священники в ризах на людей это новое шоу придумано как восстановление традиции новым епископам действует совершенно в обратном направлении люди видят этих дебилых неповоротливых батюшек с животами в этих неуклюжих ризах как в маскхалатах в этих эпитрахилях партуках но глаз выхватив это ищет уже нового когда живут главное действие когда можно будет окунуться и хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду и вот эти десятки тысяч прохожан разнесли домой эту вожделенную воду пить которую местная сам эпидемстанция запретила категорически так для чего же была эта комедия с ходом и прочими представлениями очень просто чтобы показать видимость жизни видимость общения с народом видимость труда великого а где в это время были эти проклятые ими сектанты да не были они тут им зачем эти маскхарады как они называют подобные наши выходки а они в это время в домах культуры проповедуют как могут свое учение скачут с библии прищищают своих адептов туда идут тоже тысячи там в это время идет необратимый процесс разрушения личности разрушения государства и лжет дворкин что большинство из этих уловленных заморскими эмиссарами вернутся из сект нет голубчик ничего ты не смыслишь в этом ты еще и не юхал сектантской кухни попавшему туда выхода практически почти нет потому что некуда ему идти в подворотню наши глупости вашей глупости в хамство дворкиных их туда не заманишь нашими заткнанными объедками с византийского подворья дальнейшая перспектива такова количество уходящих навсегда из православия будет все расти и очень стремительно количество прихожан в православных храмах еще стремительнее будет падать и эти восстановленные никому не нужные храмы будут пустыми и они будут отданы на пользу безбожникам или сектантам старое вымирает и молодых почти нет в храмах у сектантов молодежь они рождают своих и физически и через обращение к своей вере и их сон или идион увеличивается с часу на час криком кричали православное принятие нового закона Борис Николаевич Ельцин пошел на поводу у патриарха и додавил принятие нового закона о религиозных культах объединениях организациях обществах сколько было вопли за границей против этого закона но еще православные не успели перерегистрироваться а сектанты уже все получили новое свидетельство прошли перерегистрацию вот так и снова опять православные чтобы этот закон снова поменять так какой же им нужен закон чтобы они угомонились да такой какой был при царях батюшка чтобы ловить сажать сжигать морить в подземельях как протопопа вакуума сестер морозовых как штунду разную и молокан духоворов разных мастей жидовствующих стривольников но опоздали любезное времена не те и вы повязаны в этих конвенциях доллары вас ослепили и слабость ваша не позволит вам рта открыть всюду погибель нужно к мудрости Божией обратиться и учить в семинариях жизни а не в мощах искать мощь и спасение не в чудотворных иконах и далее премудрость Соломона 8 глава 8 по 13 стих прочитайте с первого дня когда еще зарубежные церкви имели мироточивые иконы все это лишь одну тогда и нужно было предвидеть эту беду куда ведут заведут чудеса вот пишет комсомольская правде от 19 марта 2003 года на странице 18-19 заголовок почему миры тащат иконы бог или дьявол подает знаки создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений происходящих православной церкви в состав комиссии входят священники профессиональные физики химики биологи и историки сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн Экономцев ректор российского православного университета и Павел Плоренский профессор геологии Московской геологоразведочной академии и вот как они отвечают на вопросы корреспондента кавычки открыты не сочтите за грубость но наш народ стал слишком тупым и Бог как бы подает знаки чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере хотя возможно и другое объяснение из истории церкви мы знаем что мироточение может быть не только божественным знаком но и проделками демонов возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками а мы ломаем голову над тем что это происходит в одном только Иванове уже миротащить 13 тысяч икон если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы о предполагаемой дьяволиаде о возможной чертовщине то что скажут явные недруги из сектантов об этих чудесах в кавычках ни один самый умный враг нам не подложил такую бомбу как клюнувшие на эти чудеса батюшки а теперь вслух заговорили о том как они всегда считают народ тупым да то такой-то тупости довели-то его вы разлюбезные наши пастыри вы его довели акафистами требами да богослужением вы же мертвы до упора мертвы и беспредельно о рождении свыше не слышали и свели эти слова о рождении свыше к мочению говолос на макушке головы мокрой ладонью выдавая это кощунство за крещение главные убийцы веры в народе являетесь эти самые кто призван хранить народ не случайно Иоанн Златоуст говорит что большая часть священников погибает большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду прямо от проруби саби большая часть из этих избранных в президиуме в епархиях Иоанн добавляет что если хотя бы одна душа погибнет по небрежности священника то ему не хватит всей его жизни чтобы загладить свою вину а их гибнет миллионами им бы новый закон чтобы эта власть устроила освенцам стране чтобы ловили и жгли ловили и душили и душили и душили как шариков котов душили староверов баптистов а сегодня говорят что эти люди будто традиционно местные они такие спокойные такие тихие не деструктивные не экстремисты были не фанатичные не талитарные не вредные вот как заговорили когда появились новые секты то готовы старых своих врагов брать саратики чтобы одолеть новоявленных гуру новоявленных и пятидесятничество со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями их не уничтожить не выбросить из страны не одолеть и власть не пойдет на это но поможет сектантам на этом раздрая и воссядет дядя Антихрист истинность веры доказывается только Святой Библией и нашей жизнью если бы батюшки учили народ знаний Священного Писания то результат какой-то мог бы быть но богослужения традиции чудеса на этом и закончится православие в России ибо беду священники уже ощущают но делать ничего не умеют как говорит Пиопан Закворник Горе вам что затворяете Царство Небесное с Человеком Матфеем 23 13 это сказано архиереем которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляет это делать сказано священникам которые оставляют народ небрежение не заботясь объяснить им что нужно для спасения души от этого народ пребывает в слепоте одна часть остается в уверенности что идет правильно а другая хотя и замечает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что не знает как и куда идти от этого разное нелепое понятие в народе от этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение священник обычно думает что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается и выходит наружу но тогда уж ничего не поделаешь священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры а юное поколение готовить с первых сознательных лет объясняя им то что им нужно и можно знать когда и как будет удобнее феофан затворник вот ставку какую я сделал ну и то дальше я не знаю что там Сергей как там у него узнаем потом нас вырубил и на этом все морковочка 6 часов только еще две минуты но славный видеоканал вот Ага. 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 А. Ага. 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 Продолжение следует... 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 Слава Тебя, Боже наш, слава Тебе. Во! Слава Иисусу Христу. Да. 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 Вы желаете что-то поговорить, узнать о Боге, о вечности, о душе? Сразу изгинул, как будто никогда и не было. Слава Иисусу Христу. Корец сидит. Блудилища огромное образовали. Нихуя! Караулись сидят в блудилище. Слава Тебе, Господи. Аллах Акбарьер. С папиросами двумят. Служите Боже вам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы где находитесь? В этом блудилище свет Евангелия должен засиять в этой тьме, вот как вы сидите. Чтобы люди знали, что за Тебе безобразие ждет вещи наказания в огне с дьяволом. У нас просто темно. Темно у вас, конечно. Темно в душе, темно наружу. Бога ты наружаете, не верите, Евангелие, Библию не считаете. Ну и ждать-то больше нечего. Так во тьме и просидите. Потому что ночь, поэтому и во тьме сидим. Вот сейчас с вами начнешь разговаривать, вы начнете материться, сквернословить. Нет, нет. Мы видим, что перед нами человек адекватный полностью. Зачем нам материться-то? Ну это редко, редко когда так. Когда спрашиваешь, а у вас дома есть такая книга? Библия, я понимаю. Иногда говорят, есть, но ни один еще не показал. То есть, а где-то там лежит. А раз где-то, значит не считал. Уважаемый, просто вероисповедания у всех разные, правильно? Не каждый будет изучать Библию и так далее. А что так далее? Это дальше некуда идти. Бог дал в конечной инстанции. Сказал, что будет дальше, чем закончится мировая история. Это вы выбрали такой путь, я имею ввиду. Это Бог дает нам возможность выбрать. Если Бог не даст, ты не найдешь и не будешь убирать. У всех разные боги, вот я про что говорю, правильно? У всех разные же боги. Вы понимаете? Разное место зрения. Вот Иоанна Златоуста спрашивали, а как доказать, что будет суд Божий? Он говорит, это очень просто доказывается. Бог справедливый. Все отвечают, да, Бог справедливый. А на земле есть справедливость? Да никакой справедливости. Смотрите, депутаты там такие, что они делают, сколько разоряют Россию. Правильно. А Бог не может оставить это. Значит, справедливость восторжествует где-то в другом месте. А в этой жизни ее нету, значит, где-то за гробом. То есть, будет страшный суд на перстнике разбрата, как Лермонт писал. Неизвестно, правильно? Вы голову поднимите, вас плохо где-то вниз ушли. Я говорю, это непонятно же, правильно? Не то, что непонятно, а еще неизвестно, что там дальше будет. Вы уходите вниз, у вас только до носа видно-то. Поднимитесь вот так. Потому что Господь Бог дал человеку возможность быть свободным. Избирать добро и зло, смерть и жизнь, благословение и проклятие. И говорит, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Иисус умер за грехи людей. Он воскрес для нашего оправдания. Поверь в Него. И Он простит тебе грехи. Живи по Его заповедям. Жизнь-то разве такая будет? Какая сейчас жизнь-то? Официально говорят, больше 86% разводов. 3,5 миллиона беспризорных детей. Это не кто-то озвучит, а министр внутренних дел Нургалиев. Ничего не понятно. Без Бога-то нету, никуда пришли. Царя расстреляли, Россию погубили, растащили. 72 года советской власти. А потом раз в один день. Все, в Израиле, в Америку. Как это? Правительство. Правительство. Мы заслужили это. И мы должны Бога благодарить, что еще имеем возможность молиться. И правителей не проклинать надо, а молиться за них, чтобы Бог их вразумил. Ну давайте, Навальный придет, Зюганов. Что изменится? Еще не изменится. Их просто отменят. Их надо гнать с престола. Вы собачье сердце фильм видели Булгакова, Михаила? Тогда и читали, и видели. Выделились, читали. Он говорит, разруха тут, внутри. Если я и ты мимо Клазя-то будем ходить, Зина там, вот все. Внутри она разруха-то. А когда человек верит Богом, у него все по-другому идет. Ну как по мне, вот смотрите, надо верить в пред своих. Какие? В древних славян, например. Так древние славяне, это язычники. Безбожники. Жертвы человечества не приносили. Попотели за язычество. Язычество проклято. Посмотрите, как относятся к этому, давайте, просто исторически. Мусульман 2 миллиарда. Как к язычникам относятся? Никак. Вырезают поголовно. А христиан не трогают. Они также всех неверующих вырезают, правильно? Не неверующих, а язычников. Они неверующих своей верой вырезают. Ну я знаю только. Мы, знаете, мы в миссионерской поездке проехали, мы в Барнауле, доехали до Владивостока. Вы только не курите, бросьте. Мы с курящими не имеем права разговаривать. Потому что мы самоубийцы. И мы проехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. И много было среди мусульман. В России 6 мусульманских республик. И нигде к нам, христианам, не относились плохо. Нигде. Они приглашали, угощали. А зачем поехали? Мне Бог позволил издать 38 томов книг. Я преподаватель, миссионер. И я им дарил в каждую библиотеку. Мы посетили 650 городов. Всю Европу прошли, Скандинавию, Прибалтику. И везде встречали мусульман. И ни один плохо к нам не относился. Вот и все. Своя город мало зависит. А христиан 2 миллиарда 200 миллионов. А язычники кто такие? Ну солнце, луна. Вы говорите язычник. Язычники молятся. Кому? Конкретно вы кому молитесь? Перуну, Нептуну, Венере? Я конкретно никому. Никому. Значит вы не язычник никакой. А так только болтаете языком. Они верят ни в христианство, ни в буддик. У нас один человек был тут. Он говорит, брехуны одни. Если язычники, они поклонялись. Приносили жертвы. Марс, Венера, Юпитер, Кронос. Мифология греческая. Сейчас ты начинал законы, поэтому... Кому поклоняйтесь? Скажите, я поклоняюсь и верю во Иисуса Христа, Господа нашего. В Великой Троице. Вы никому. А я язычник. Да так можешь ты назваться язычником-то. Я говорю, что я язычник. Я просто говорю, что... Вы язык. Это неуязычество. Грех. Чтобы ни за что не отвечать. Блудить буду. Убивать. Воровать. Лгать. Клятва преступникам. Но ни за что не отвечать. Вот причина-то какая. Я язычник. Повторяю. Вот в этой книге Библия. 77 книг. И посредине ее Псалтырь Давида. Самая большая книга. 150 псалмов. И 13-й, и 52-й псалом говорят. Такие люди были. Сказал безумец. В сердце своем нет Бога. Они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет ни одного. Вот и все. Ответ-то один, что жить в грехе. Как свинья, как последнее животное. А так... Скажите, а что такое грех вообще? Кто так? Кто такой грех? Грех? Это нарушение заповеди Божией. Противление совести, очищенной Христом. Это грех и грех. Если человек не верится, то он безгрешен. То, что не верится. Христос безгрешен. Един свят. Мы все грешные. Но Он омыл нас кровью Своею. И мы не можем грешить теперь там, что делали. У нас вот алкоголя вообще нигде нету. Табак не счистится. Мы строим православную деревню. Алтайский край. Я живу в Барнауле. Вы зарядите. Игнатий Лапкин. И вы увидите. Первый разговор ведем с поселенцами. Кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И своими силами построится. У нас заезжаешь в деревню, написано, территория деревни курить запрещается. Такой деревни нет на весь Советский Союз. Потому что мы начали в такое время раздрая. Зарегистрировали общину. Краевой отдел юстиции. Получили землю. Построили школу. Первым делом храм. А в стране погублено 21 тысяча сел. 21 тысяча. А почему? Потому что все разворобали. А мы с нуля получили землю и начали работать. Вот вы говорите. Смотрите. Конкретно. Вот вы язычник. Давайте. Я христианин. Я надеюсь. Ставим такую картину. Давайте. Вы только не уходите. Вы сразу вы кричите и прячетесь куда-то. Не прячьтесь. Вот смотри. Я вам говорю. Давайте. Вот мы едем в поезде. Тот язычник. Я говорю. А в кого верите? Он не знает что сказать даже. Знает язычность. Я ничего не отвечаю. Ну давайте так. Пять минут. Я буду признавать, что вы правы, а я не прав. Доказывайте, что я плохо поступаю. Ну вот вы знаете. Вот это. У нас дети учатся. Учатся. У нас с красными дипломами университета заканчивают. У вас. Да. Мы не пенсионские затворники подземные. Дальше что у вас есть? Он не может сказать ничего. У нас, я говорю, разводов нету. Матерков нету. Пьянства нету. Дыму нету. Мы живем. Радуемся. Он не может еще сказать. Ну ладно. Я верю в Бога, которого нет. Я просто дурак. И все. Но это только так ты думаешь. Но в мире сегодня 8,5% неверующих. Язычники. Ну это по-другому себя называют еще. А на них падает 99% всех преступлений. Вот и все. Теперь давай другое. Давайте. Я с вами согласился. Я ничего не проигрываю. У меня полный порядок в семье. Нормальная пища. Мне 81 год. Учитывая, что я миссионер. Проповедовал. Архипелаг ГУЛАГ первой в стране издал. Меня сажали в тюрьмы. Там масса у людей гибли. А я вышел живой. И представьте себе. Какое путешествие. Где принимали. В Америке приглашали. Ездил. Поповедовал. Голос Америки. У тебя ничего этого нет. Ты никому не нужен. Но. Теперь я прав. Ты не прав. 5 минут. Ты не веришь в Бога. А есть страшный Божий суд. О чем Лерман-то писал. И ты погиб. Ты с дьяволом в огне будешь мучиться. Ты все проиграл. Веря в Бога. Которого нет. Я ничего не теряю. Это меня сдерживает. Как Надежда Константина Крупская. Жена Владимира Ильича Оленина говорила. Религию устать для масс. А мы не в религию верим во Христа. Который воскрес. Живой. Отвечает на молитвы. Угу. Вот как. И поэтому. Беспроигрышно быть верующим. Беспроигрышно. У нас свой распорядок. Вот. Начинает. В стране. 3,5 миллиона беспризорных детей. Министр внутренний директор Мургалиев озвучил. Я говорю. И что ты сделал? А что сделаешь-то? Беспризорное. Вот. Понимаешь. Ты не верующий. А я верующий. Я ответственный. Я попросил благословения. И Бог позволил мне создать детский лагерь Станк. Трудовой. Беспомощный государство. Я 45 лет начальник. Мы тысячи детей подняли. Приезжали со всех стран. Из Америки, из Израиля. Откуда только не было. В Канаде. Искали, искали. С семьей приехали. Такого лагеря нет. Подъем в 5 утра. Молитвы. Если хорошая погода. Искупаются. Пруд, озеро. До 6 раз искупаются. На конях ездят. Лодка. На лодках плавают. Ягоды собираем. Травы. И они все умеют делать. Приезжает комиссия. Я спрашиваю, кто изобрел мобильный телефон. Не могут. Дети кричат сразу же. Мартин Купер. Я говорю, а интернет кто? Взрослые дядьки не знают. А дети знают. Тим Бернерс Ли. Кто премьер-министр. Дети маленькие. Это знают. Их надо учить. Любить. А нас услышали. Далеко. Прилетела через Останкинскую башню. Там дали сопровождающего. Лондонский институт. Ксения Деннон. Приехала специально посмотреть. Как в течение одного месяца ребенок наркоман. И делается совершенно другим. Как молитва. Освещение. Богослужение. Занятия. Игры. Труд. Вот. Такие истоки русского народа. К мальчику и девочке не имеют право прикоснуться пальцем. А он к ней. Саламудрия. Чтобы сохранила девственность свою. Как у мусульман. Вот представьте. В Санкт-Петербурге я попал на совещание мусульман. Там. Приехали Саудовская Аравия и прочее. Они сидят. У них так же как у нас. Щетки есть. Я говорю. Скажите пожалуйста. Уважаемая. Какой процент девственности у вас до брачной ночи первой. Они меня даже не поняли. Что за вопрос такой. Что она девушка. Они на вторую букву алфавита называются. Сто процентов. А вы спросите. У нас в седьмом классе уже девушку не найдешь. Они все такие. А почему. Потому что они работают над народом. А у язычников как. Они как. Первая брачная ночь. Не у язычников. Вот. Теперь смотрите дальше. Говорят. В стране преступность такая растет. Я опять вопрос ставлю. Что ты конкретно сделал. Ты. Меня спрашивают. А что ты сделал. Я отвечаю. Слушайте. У меня опыт. Пять тюрем и лагерь. Я иду в тюрьму. Это все бесплатно. Деревню строим на свой счет. В лагере я бесплатно. И работаю в тюрьме. Помогаю. Иду по камерам. Выступаю перед ними. На Пасху даже купили яйца. Покрасили в камеры. Даем. Так они плачут. Целуют. Сколько людей встали на ноги. Давайте все начнем работать. Ты деревню основой как мы. И страна возродится. А вы только говорите. А я язычник. Ни за чего не отмечаю. Неправильно это. Бог по даме. Вперед мусульмане. Понимаете. Вот говорят. Евреи все захватили. Правильно. Потому что они работают над своими людьми. Вся юриспруденция. Пищать. Массовые. Все у них. Бороться надо с ними. Я говорю надо. А какое оружие. Любовь. Ко мне привезли еврея показать. Он чистопородный еврей. Наум Израилевич. И он вышел из комнаты у меня. Еврей. Православный. Теперь священник. Пусть через каждый день еврей станет православным священником. Все. Картина изменилась. Нельзя так скрипеть. Говорят. Народ не образован. Я говорю. А что ты сделал? Не знаю. Я в 5 университетах веду занятия. 13 школ. Все отделы милиции. Воинские части. Заводы фабрики. Температура меняется прямо на глазах. И везде я являюсь рюкзаком Библии и Евангелии. И это бесплатно. Бесплатно. Я не получаю нигде ничего. Пенсия. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Понимаешь, дорогой? Надо говорить и делать. А ты язычник. Ни перед кем не отвечаешь. Ничего. А я перед Богом отвечаю. Товарищ. А кто такие евреи? Скажите, пожалуйста. Евреи и иудеи. Это богоизбранный народ. В мире 2896 нации наречий. 2896. И только один народ был Богом избран. Как свет, который даст нам закон. Бог с ними разговаривал и дал закон. В Библии это вся евреями написано. Дал маленький народ. 13 миллионов. На 7,5 миллиардов на земле. 13 миллионов. Это совсем мало. И однако они создали 3 мировые религии. А почему Бог? У евреев за 3000 лет ни одного человека ни грамотного не было. То есть вы хотите сказать то, что людей создал Бог? Я все народы создал Бог. Библия говорит, создал Адама и Ева. От него произошли все. И он первого избирает из язычников. Язычники там были. Люди не знали Бога. Первого Авраама. У евреев Ибрагим. У нас Соломон. У них Сулейман. И он ему открылся, дал закон. Христос еврей. От еврейка родился. Это сказки, е-мое. Знаете, вам нужно слушать, как Шарику сказала. Вы в начальной стадии развития. Вы этого не знаете. Вот я разговариваю с мусульманом. А у нас другая книга. Я сразу раз. Какая? Эта книга? А ну-ка, что? Коран. Читай. Баран. Прочитать не можешь. Почему я должен не знать? Я должен знать людей. Преподавать вам. Дорогой. Вы не подбирайте слова. Вы слушайте внимательно. Как Шарику сказано. Вам нужно слушать и исполнять. Смотрите. Ты воспитанный по-другому. Я по-другому. А что по-другому? То у вас ничего нету. Своим законам. Мне не нужна эта религия. Ну, я так говорю. Вы по порядку расхруститесь. Курите. Что? Вы курите. Ваши друзья курят. Блудят. Матерятся. Это та самая среда питательная для туалетных щервей. СМЕХ СМЕХ Глубоприятная среда. Да, да, да. Ну, вот так. Я знаю их. Почему? Я работаю. Я миссионер. Я говорю. Мы проехали 650 городов. Только захватили Европу, Скандинавию, Прибалтику. Я знаю, где не понаслышке Говорить о заключенных Знаю, с детьми я 45 лет Сейчас в другом формате еще 3 года добавлю 48 Ни рубля не получаю за это Самое-то главное Надо строение построить Одеяние, постели, хормить Это все моя забота Ну, ладненько, товарищ Мы просто как бы в поиске девушек Знаете что, вы запомните Меня звать Игнатий Лапкин И вы по скайпу меня можете найти, я один И у нас большой видеоканал Называется «Во свете Библии» У нас там 16800 роликов И вы если через неделю зайдете И вы увидите, как мы с вами разговаривали Что вы не матерились Нормальный разговор Вам интересно это будет И вы еще раз прослушайте нашу беседу Вы поняли, да? А если вы найдете через Google Скажите, через Google сайт Тоже «Во свете Библии» Игнатий Лапкин Там 50 книг аудио мной насчитанных Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст Там государственные фильмы нас сняты Занявшие первое место на международных киноконкурсах Это государственные фильмы Это не все, да? Когда такими бобинами снимали еще Человеку это невозможно Это Бог делает, Бог Ну все, все, всего доброго вам Все, Бог един, как говорится Да, Бог единый, во святой Троице Нет Пророк Моисей, по-моему Ух ты, батюшка, ты что? Перехлестись 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 Чего испугал? Испугался? Ты что такой старенький и сидишь? А с тем? А с тем? А с тем? Что нам рассказывать о Боге? Что Боге? О Боге? О Боге мы знаем Не беспокойся, дед Что? Что не знает? Здесь... 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 Ой, дед... А... А... Это Содома Давай, у нас разная... Дед, у нас разная религия Какая... Вы хотите... Вы хотите... У вас эта книга? Да, давай Ты сектант, я понял Все Сразу отошел Другая религия Как говорят... Слинял Какаясь Слава Иисусу Христу Богу нашему Слава вовеки Так он Бог, нет? Великий дивный Господь во Святой Троице Который оставил нам закон свой Так Иисус ведь Сын Божий, а не Бог Да, вот смотрите У вас есть такая книга? Нет, я не верю Богу Вы сейчас будете дым пускать Во время разговора не надо курить Тогда мы можем поговорить Я могу ответить вам на ваши вопросы Это запись какая-то, что ли? Это запись или нет? Я не курю Хорошо, только не ругайтесь А, понял И чтобы ни одного скверного слова Только сказал, он сразу исчез Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу Вас плохо слышно? Здравствуйте! Слава Иисусу Христу! Во истину слава! У вас такая книга есть дома? Нет, навряд ли А, Библия? Да, Библия Знаете, я не шибко набожный, но где-то была А чего я? Вы на наших ресурсах были когда-нибудь? Каких ваших? Ютуб, во свете Библии Нет, нет Это мой канал, вы можете зайти, Игнатий Лапкин У нас очень богатые ресурсы Мы строим православную деревню с нуля Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать А женщинам при любви У вас возможно? Невозможно, это чтобы мы только разговаривали вначале Никакой грех невозможен У нас разводов нету А дети как у вас рождаются от этих? От всех рождаются, от любви Не, ну понятно Секс, вы же не то, что коровы Любовь-то возможно каждый день? Вы только сейчас не ругайтесь Не, 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 я не собираюсь Ни одного слова, чтобы поганого не было Я постараюсь Вот И если человек считает слово Божие Он приходит с покаянием ко Христу Который умер за наши грехи И тогда Бог дает ему Духа Святого Который его охраняет от грехов Прилюбодеяния, воровства этого нету Извините, а в каком районе вы находитесь? Строение вашей грехи? Алтайский край, город Барнаул Лапкин, Игнатий Тихонович И что нужно, чтобы вступить в вашу, так сказать Организацию? Церковь, вы где находитесь? Нижнегородская область Ну там церкви есть А Ростов-на-Дону? Нижнегородская область, Нижний Новгород Нижний Новгород О, наша газель у вас там выпущена А мы на ней проехали Мировое путешествие по всей Европе Мы с Баралого до Владивостока До Лиссабона Перед машиной стали на колени в Австрии Там фотографировали Путин, Россия, газель Так интересно Я представляю Ну у вас автомехаников, наверное, куча там ехала с вами Она сломалась у нас в Швеции Мы когда до Нижнего Новгорода добрались В Калининград нас притащили волоком Через Балтийское море Да, а эти сказали Сразу дали главный конструктор вышел Главный инженер И мы сказали, где на газели были А мы могли на иномарке Это рекламу-то какую дали А это, говорит, которая шестеренка лопала Это Ульяновский завод поставляет Мы не виноваты здесь Они нас там и накормили, и напоили Очень хорошо нас там приняли Отремонтировали О Нижнем Новгороде И у нас остались добрые впечатления Ну, то хорошо Жаль, жаль меня с вами не было Я по этим моторам, по газелям Ну, вот и жаль Как говорится, на зубок знаю все Ну, мы же не знали о вас Ну, понятно, я вас не знал А нас писали, передавали Там как-то известно, хоть маленько было Честно сказать, первый раз Который умер за наши грехи Чтобы мы покаялись и жили по его святым заповедям Исполненной благодати Духа Святого А чем живете, как вот Вообще, на что кушать Мы строим православную деревню И земля 430 гектар примерно А кушать нужно что-то? На что строить? Откуда средства? Деньги Каждый вторник едут в город Мы от города 150 километров Молочники Сливки Творог Скотины много Один держит около 100 свиней У другого 100 овечек У батюшки Другие там 450 Куриц Огороды У вас свои кулаки там есть? Ну, сами Довольно зажиточно люди живут А начали с нуля, а вот 28 лет Лопатка А живете как? То есть Один садик Может другому Сходить спросить Курочку взять Другую У барабы или нет? Нет, мы вместе молимся А, сам по себе? То есть, кажется, сам по себе Но молитесь как бы вместе Ну как? У нас школа государственная Школа Интернет Электричество провели Сейчас нас Да, я помню Да Так, мы зарегистрировали Общину Когда надо было Краевой отдел юстиции То есть, все по закону Ну, все-таки Жизнь-то у каждого Своем по себе Один Батрач Другой Ленец У нас этого нет У каждого Своя семья Но все вместе Собираемся Идут занятия Церковь Ну, у вас церковь только объединяет А так жизнь Христос объединяет Он привел нас Поверить Что Иисус Умер за вас Он любит вас И ждет Да кто вам это сказал То есть, честно Библия святая нам об этом говорит И мы в это верим А кто ее написал? Человек? Библию написал Святые божии человеки Будущие движимы Духом святым Петр говорит А им кто рассказал об этом? Дух святой Бог Сказал ему А может быть Это шизофрения И больше Может быть И так Думают люди Безбожники Не, не, не Это я не безбожник Я Вон даже Крест Да, а что у вас там? Крестик? Крестик Крестик Так вот смотрите Я верю Что есть Кто-то там Но я не верю Вот В попов Которые вот здесь У нас на земле У нас по крайней мере Вот в Нижегородской области Приходишь в церковь Чтобы ребенка покрестить Там прескуранцен Висит такой Я знаю А у нас бесплатно все Церковь У нас все бесплатно Вот у вас Слава Богу Хоть так У нас тарелка не ходит В Крещенке Продано Блин У меня на глазах Я Было время Так сказать Такси таксовал Бабушку привез В одну из камеречек С церквей Она привезла там В какой-то день Я вот не помню Там то есть Принято подаяние Там какие-то подавать Что-то туда-сюда Она принесла там Крупы Макаронов Что-то Ну все На что у нее Как говорится Средство схватило У нее взяли вот так вот И рядом с забором Выбросили Это вот нормально Как вы считаете Не слыхал И не видел И не верю Кто выбросил Нищие Нищие А кто-то Деньги берет И этого не верите Вы про кого говорите Про нищих Не Не про нищих Про этих Церковных служителей Никогда Это ложь Стопроцентная Нищие Могут сделать Им деньги Посмотрите Мои глаза Они могут пройти О Церковь благотворением Занимается Приносят вещи Какие Потом все развозят Кому ближе знать Я не про вашу церковь Ты говорю А вот у нас Которые Я знаю Мы даже достаем Что-то И туда-несем Они раздают У них больше Связей Этого нет А московские А московские Епархии Почему на Майбах Ездят на Мерседесах У них деньги Откуда Ездите вы Кто запретил ездить Нет А почему Такие дорогие Автомобили У меня ржавый Велосипед Только один А почему У вас Ржавый велосипед А у него Майбах Почему он С вами не потерял Мне не надо Это Мне не достаточно А вот Приобрели Для Са-Сабща Приобрели Газель Для миссионерского Путешествия Чтобы Разнать книги Газель Купили Кое-как Они там На Мерседесах На Майбахах Ездят Что вам Мерседес Охрана у них Там я не знаю Зависть Какая вас съедает Не-не-не У меня не зависть Съедает Я на это не смотрю Мерседес Меня не нужен Да нет Просто бабушки Несут Последнюю пенсию Туда Да не пенсию Несут А что они несут Да ничего Вы говорите Хурпы там пронесла Пенсию Они свечки покупают Там торгов А почему покупают Если просто так Должны давать Свечки Да Так давать Не Ну пускай Не так Но пускай По 5 рублей По себестоимости Почему их продают По 50 рублей У нас не продают Мы покупаем Сообщавоск Льем свечи Да я про вас Вообще не говорю Я вот Вот здесь Который На большой земле А мне не надо Касаться А это вас Не надо Собой заниматься Господь сказал Говорит Что ты Еще брата В глазе Видишь А у тебя Бревна В глазе Вытащи бревно Сначала Из своего Глаза Ну нехорошо Это Зависть Съедает Людей У меня не касается Патриарх На самолетах На вертолете А яхты Пусть катаются У меня А у вас Яхты есть У меня Лодка Есть Лодка Резин Мы пруды Восстановили Вот это я понимаю А когда Ваши там Епархия Он в Москве Сидит На нее Посмотреть Фу Берет То вы Ругаетесь Опять На них Да На вас Нет Никогда Ни одного Слова Не говорите Потому что Вы Посмотрите По интернету Как мы С вами Разговаривали Вам Стыдно Тогда будет Не мог Воздержаться Скажет Дурень Такой Е-мое А вы Записывайте Обязательно Вот это Вы хоть Предупреждали Как еще Предупреждать Наша жизнь Никто нас Не предупреждает Мы живем Бог Все записывает И потом На суде Божьем Будет показано Чего испугался Я сказал Не ругайся С самого начала Да неприятно Просто Когда Тебя не предупредили Кто-то записывает Если рот Вместо помойки Так вы будете Зачем это нужно Вот Курить человек Как сказать Ян Хронштадтский Говорит Уста Курящего Демонская Кадильница А уста Говорящего Слово Матершина Погонь Лохань Так я вам Ни одного слова Матершина Не сказал Если вы не обратили Внимание Ладно Правильно Так и дело А что вам стыдиться Тогда Вы Пример показали Вы не раздеты Не валяете здесь Как в чатрулетке Вы нормально говорили Откуда вы знаете Вообще Чатрулетки Что это такое Если вы живете Там в лесах Где-то Я принес сюда Слово Господне По повелению Божию Здесь Содом и Говор Устроили А да И этого Чем занимались До этого Я был в деревне Четыре месяца Восстанавливали пруды Дороги У меня Восстанавливали Евангелие Все твари И видя Вот это беззаконие Тут рукоблудем Занимается И блудят Он спрашивал Откуда вы А чатрулетки узнали Узнал От Сергея Козлова Парализованный был Он два ролика Сделал Перед смертью Умер он 47 лет И в это время Я не знал ничего Я когда посмотрел Боже мой Что тут делается Прости меня Я стал молиться Господи Дай мне Талант Сергея Который умер И у меня сразу Появилось желание И тут месяца полтора Я был только До 10 июня Мой день рождения Я уезжаю в деревню С ребятишками Начальник детского лагеря И в это время Я побывал В чатрулетки И примерно 450 роликов Было составлено С мусульманами Беседовали С развратниками Есть люди Которые слышали Которые были На наших ресурсах И меня сразу Называют по имени Отчеству Он балбит Вот он Во время курения Мы не разговариваем С человеком А что Курить тоже Горишно Я сказал Демонская Кадильница Рот 12 лет жизни У вас оборвано Будет А последние годы Будете тверкулезом Харкать Да кто это вам Сказал То что Медицина На пачке Сигарет Минздрав Не упреждает На каждой Пачке Написано Так оно же Это Получается Минздраву Вы верите Что ли Вы же не верите У вас Выхлопной трубы На голове Нет Это неестественно Курить Ни одно животное Этим не отравляет Себя А кто сказал Что это вредно А вы делаете Грех И делающий грех Раб греха Где это написано В Библии Что курить Это вредно И грешно Господь говорит Вы Люди Храм Бога Живого И кто разрушит Храм Того покарает Господь А вы разрушаете У вас легкие А кто вам сказал Что я разрушаю То что телевидение Говорят Рак легких На носу Да кто вам сказал Кто на свай Курит Рак щеки Кто лихает Табак Рак носовой Голубки Статистика Понятно Ладно Вас не переспоришь С вами спорить Надо спорить Спорить Кто ничего не знает А кто знает Он истину возвещает Ладно Надеюсь Что этот ролик Наберет До хрена вам просмотр Нет Вы И денег принесет Немеренно Удачи Вы только это Не говорите ничего Вы зайдите на наш Ютуб Называется Во свете Библии Запишите Да нет Неинтересно У вас же Изначально уже Все на коммерции Построено Как Смысл вам Заходить Какую коммерцию На бабай Так И что Че делаешь Да вас Блудников Вытаскиваем Отсюда Я Сурнай Бля Я Бан Вот так Бля Вот так Зачем Вы Занимаетесь Плохими Делами Здесь Не ругайся Только Плохие слова Не говори А то Стыдно Будет Завтра Когда сам Че Делаешь Че Делаешь Сейчас Проповедуем О Христе Что Христос Умер За наши Грехи По Писанию О Молодость Спай Давай Спай Смотри Вот у нас Святая Библия О Я знаю Я А у вас Что за книга Какая Наверное Это Знаешь Братан Знаешь Вот что написано Считай Видишь как Полезно Много знать Хорошего А плохого Не надо знать Извини ты Братан Извини ты Во славу Божию Веди себя достойно Потому что Завтра Ты увидишь себя В интернете Как мы с вами Разговаривали Чтобы вам Не было стыдно Давай Спай Брат Давай До свидания У нас утро Уже Утро Мы уже Давно Проснулись Мы В Барнауле Живем Алтайский край Вы Зарядите В гугл Или В ютубе Игнатий Лапкин Во свете Библии И вы Зайдете На наши Ресурсы Спай Спокойной Ночи Спокойной Ночи До свидания До свидания Не важно Слава Боже Наш Ну еще Рот разинуло Испугалась Грешница Но Надо в Бога верить А не сидеть Не ждать Этих Прелюбодеев Смотри Вам молодежи Делать неща Это Чатрулетка Место разврата Гиена Огненная Не надо Это Понятное дело Но мы общаемся С людьми Которые Как и мы Хорошие Ну хорошие Правильно Будьте хорошими Верьте в Бога И Господь поможет Христос умер за нас И воскрес Вы это знаете? Да В сельх Ходите? Нет А почему? Потому что Не надо Навязывать В церкви Сходить надо На исповедь К священнику Пока Посты соблюдать Считать Слово Божие Потому что После смерти Будет суд Божий И написано Верующий в Сына Божия Христа Иметь жизнь вечную А неверующий Не увидит жизни Но гнев Божий Пребывает на нем Иисус умер за вас За всех За нас Чтоб простить грехи Омыть кровью своей Вот Вы если желаете Больше узнать По скайпу Зарядите Игнатий Лапин Это я И вы зайдете Я вам скину наши ресурсы Зайдите на наш ютуб Называется Во свете Библии Игнатий Лапин У нас очень большой ресурс 16800 роликов 42 тысячи подписчиков И 42 миллиона просмотров Зачем вы снимаете Зачем вы снимаете Зачем или зачем Ну зачем снимаете Зачем чтобы люди знали Мы не зря здесь трудимся Сколько людей Которые перестали сюда Нести душу свою Половина мужиков Голые валяются Женщины показывают блуд Трясут сиськами своими открыто Разве можно это делать Ну Да Мы пришли сюда Чтобы сказать им Что за все это Будет суд Божий И грешники пойдут в ад В огонь вечно С сатаной мучиться Вы только не уходите быстро Я могу вам ответить На ваши вопросы Если желаете Мы не верим У вас есть вопросы Не торопитесь Даже нечего Простите Мы ни во что не верим Ну как же Вас не интересует Будущее страны Будущее мира Своё будущее Что за гробом будет Как правильно жить Вот Если зайдете на наш сайт Я там студентам Отмечаю На 4 тысячи 124 вопроса Что говорит Библия Святые отцы Каноны церкви Жития святых На каждый вопрос И что говорит мировое искусство Мировые деятели Ну а каждый вопрос Посадите на наши ресурсы Таких нету больше в интернете Хорошо А вы откуда? Город ниоткуда Из кухни зашел сюда сейчас Город-то какой Вы хотите спросить Где нахожусь? Да Город Барнаул Алтайский край Игнатий Тихонович Лапкин Понятно Понятно А сколько мне лет думаете? 70 81 А вот А у меня позади Жизнь не за печкой Я первой в стране Издал архипелаг ГУЛАГ Насчитал 50 книг аудио За что меня и посадили У меня 5 тюрьм за плечами Лагерь Я разговариваю с заключенными Помогаю им встать на правильный путь Я реабилитирован Советская власть кончилась Нас всех выпустили Политзаключенных Ой там у вас котенок Вот Вы если зайдете на наши ресурсы Вы это там все увидите Я арестованный иду Как преподаю в университетах Как тренерные программы идут Как миссионерская поездка была От Барнаула до Владивостока А потом до Лиссабона Турция, Прибалтия и Скандинавия прошли Я везде дарил 38 томов моих книг Подарок сделали на 35 миллионов У нас все работают Понятно Вы к врачам обращались уже? Зачем? Что болит что-то? Ну да Таблетки глотали? Да А я за 80 лет ни одной таблетки не съел Я вот к чему говорю А почему? У нас не курят, не пьют Мы все время работаем Вот сейчас у нас 6-7 часов А мы встаем всегда в 4.40 Утренняя молитва Да Вот я начальник детского лагеря был 45 лет Бесплатно И особый лагерь В 5 утра Пойдем Вы все у нас уйдете Найдете Вот если в скайп зайдете Игнатий Лапкин Запомните И сразу на меня выйдете И я вам скину наши ресурсы Сайт Форум Мой мир Фейсбук Твиттер У нас везде идет работа Мы миссионеры И все делаем бесплатно 18 лет Вот только в одном университете А я в 5 вел занятий Бесплатно Я ни рубля не получаю 18 лет в тюрьме Сотрудничаю И помогаю заключенным Нихуя ты старый Болю Господи Подмегу Ну что Ну что Нечистая сила Волновались Волновались Дед твой Блять Нечистая сила Все блять Тут за нечистая Сила Сука Летает Вначале без слова Вначале без слова Паразит Паразит Да изгонец из вас Да изгонец из вас Да заткнись ты нахуй Распизделся У нас тут блять более Проблема чем ты нахуй Какие слова полежали у вас Это дьявол Что нахуй Это дьявол Да это дед твой Да Да Это дед твой Да 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 Развеет Господь Да Иди нахуй Поскорей У вас больше ничего и нет У вас больше ничего и нет Кроме тебя Нихуя не Видите сколько вы нагнетели Видите сколько вы нагнетели А вы завтра будете смотреть себя в интернете И будете В интернете И будете Будете радоваться И все узнают И все узнают Да я ебу что-то за золу полетает Дед нахуй летает в мозг Вот она сука пролетела Хуяр ее Хуяр деда Души не ебу Это все быстро окончится Окончится Его истанчина Дьявол дешу понесет Да гусь твой блять Понесется нахуй Видишь как У тебя ничего нету По русски разговаривать Скверну печет Скверну печет О шурик блять Здорово Это ты шо ли Да просветит господь эту тьму Все Сгинули Выключите эту шарманку Что-то выключите Выключите шарманку Чтоб поговорить можно было Сейчас 5 сек Выключаю Вы не можете выключить эту шарманку? Все Сейчас выключаю Благословен Господь Тебя я буду ругать Тебя я буду ругать Тебя я устален Это вас Ух Ну что? Бесовская полчища сгинула? В смысле? Да Вы только не ругайтесь Потому что мы пришли проповедники Со словом Божьим В это место разврата В этот Содом и Гоморру Чтобы сказать Что за это осуждать Чтобы поверили в Христа Распятого Воскресшего Вы знаете В Виктора Цоя поверить Ну да Только не ругайтесь Ни одного шага Чтобы не было Нет Конечно нет Я здесь не для того Чтобы ругаться Ну молодец Если у вас есть Духовные вопросы Вы можете задать А вы-то мне можете Духовные вопросы задать? Да вам и все буду задавать Когда я знаю ответы У меня на сайте Сайт Во свете Библии Я студентам отвечаю На 4124 вопроса Что говорит Библия Что святые отцы говорят Что каноны И что жития святых И мировое искусство Подождите Я-то по-вашему Греховный человек Ну что ж Господь пришел Не ради праведных А ради грешных Ну я-то грешный Ну надо покаяться И не творить грех Сходить в Храм Божий К священникам Православным На исповедь Я в Храм Божий Хожу иногда Примерно иногда Ну вот и все Грешник Надо жить правильно Как Господь сказал Будьте святы Как я свят Ну а что вы-то Мне можете сказать Я вам могу сказать Следующее Не слушай Вот эту дурную музыку Она разбивает мозги А какую музыку Мне слушать Простите меня Пожалуйста Если вы зайдете На наш Ютуб То вы Слушать тут уже Не будете Ну вот Подождите А Константина Кинчева У меня можно Слушать Вы слушать Если будете Хорошие Слушайте Себастьяна Баха Страсти Христова Тут много Хороших есть Музыкальных инструментов Которые Исполняют Это Вы знаете Я вот Слушал Всякое Но Перед Христом Как говорится Не грешу Ну а то Человек Обманывает себя Кто говорит Что не грешит Он лжец Писание говорит Мы все согрешили И ради нас Христос Пришел на землю И умер На Голгопе Распятый был За наши грехи Чтоб мы веровали в Него Жили для Него Были Благодатью Духа Святого Спасибо вам большое За вашу проповедь Слава Христову Вы заходите на наш ресурс Во свете Библии Игнатий Лапкин Четыре слова А по скайпу И просто Игнатий Лапкин И по скайпу мы поговорим Я вам скину все наши ресурсы Да нет Мы же уже говорим В принципе Мы же уже говорим Ну Говорить-то Долго не будешь Время не хватит А вы сами выберите Что надо У нас на нашем Ютуб канале 16800 роликов И вы Если зайдете То вы себя через неделю Увидите Как мы с вами разговаривали А зачем Зачем меня Выкладывать Такого простого человека На Показать Что даже в щадрулетке Встречаются Люди Не раздетые Которые не сквернословят И не курят Я Извините Не сквернословил И ручки Вот Показываю Не дрочу Соответственно Людям будет Приятно Это что В щадрулетки Приходят люди Которые не ищут Блуда А просто Я Не блужу на человека Я не ищу Блуда Я просто Выпивши Да я вижу Они как Они как Вот это все преподношу. Ну, Игнатий Титильевич. Вот такая вот, к сожалению, сложилась у меня жизнь. Что и вот хотелось бы, хотелось бы. Вот я стою сторожем работы, а в это время один подошел парень. Курит, и в руках бутылка водки. Я ему стал говорить, и Господь коснулся его сердца. Он папиросы порвал, а бутылку, как ударил опасенок, в дребезги разбил. Сразу обратилась душа. Вы знаете, Игнатий Тихонич, я вам даже больше скажу. Вот у меня, когда я общаюсь с людьми, иногда с некоторыми, а иногда попадают в такие молоденькие мальчики. Я им говорю, ребята, куда вы прете? Куда же вы прете? Вы на меня, что ли, прете? И они начинают бить друг друга. Понимаете? Я им говорю, но не бейте друг друга. Вы просто поймите, что я вам сказал. В принципе. Зачем он ссорится с кем-то друг с другом? Правильно? Я сейчас только видел. Тьма, мелькают огни, и они матерятся, матерятся все. Посылают, куда он не глядит, что перед ним пожилой, ему разницы нет. Он отжил уже. Сквернослов ни один в раю не будет. Он будет с дьяволом вечно муситься в гиене огненной. Где червь не умирает, огонь не угасает. А я, вы знаете, Игнатий Тихонович, не матерюсь при нормальных людях. Вот так. При нормальных не материшься, а при ненормальных материшься. Род все равно будет как параша тюремная. Ну, тут уж, знаете, Тихонович, разные вещи бывают. А то избытка сердца, говорят, уста. Что в сердце есть, то язык как лопата выбрасывает. Ну, то, что вы знаете, вот тоже, как бы, да. Что человек, то и пожнет. Если скверные слова, выборочно зло не бывает. Я вот зашел в эту библиотеку, краевая библиотека в Барнауле, а мне нужно проникнуть к ним в архивы. Там я составляю кинопильм такой, ну, записываю. И нужно достать речи Ленина, Сталина, Жукова и их так. Ну, одна говорит, я говорю, все матерятся? Она говорит, а у меня муж Георгий не матерится. А он заходит. Я говорю, а сколько живете? Ну, у нас девочке 15 лет, вот уже мы 16 лет живем. Я говорю, он матерится? Нет. А она спрашивает, Гоша, а ты материшься? Он говорит, нет. Я говорю, можно я вас спрошу? Скажите, вы на даче строили что-то, забивали? Да, было, промазали, по пальцу ударили, да. И что? Да заругался. Она, Гоша. Я говорю, вот, пожалуйста, это первое. Теперь с товарищем он стоит, слушает похабные анекдоты и сам рассказывает. Было такое? Он говорит, да, она Гоша. Вот так. Я говорю, вы сколько, 16 лет жили, а 16 минут. И я о нем узнал больше, чем вы. А вы знаете, Игнатий Тихонович, вот вы как относитесь к сталинской власти или после того, как царя убили? Вот, например, вот. А он допустил загрязнение людей, чтобы измерки пришли. Но всякая власть от Бога бывает от Бога и попущена Богом. Это попущение Божие. А царь, он и канонизирован, он с семейством своим. Вы знаете, нет, Игнатий Тихонович, хотите я вам расскажу, что мне сейчас только что пытались стереть? Они мне пытались сказать, что царская власть это не от Бога и вообще Вторую мировую войну выиграли американцы. Вы знаете, я с этим, ну, немножко не смог согласиться. Да я не об этом, это не надо. 28 миллионов, а не полтора миллиона, как американцы там. И уж грешно в этом, что признаться, конечно, я немножко поматерился на человека. Не надо, не надо, не надо ему сказать. Знаете, человек, который знает истину, он не спорит, он возвещает истину. Не хотел бы спорить, очень не хотел бы спорить. Так, если у вас вопросов нет, мы расстанемся. Игнатий Тихонович, пожалуйста, не держись из ламины. Вы запомните, вот говорите, Игнатий Лапкин, зайдите по скайпу, и я скину вам все. Я один с этой фамилией, там, именем. Ну, хорошо. Вы, как говорится, заходите с своего, там, а я с своего. Все, хорошо, с Богом. Больше не пейте. Пьяница и царствие Божие не наследует. Вы погубите себя. Зачем вы разрушаете храм Божий, тело наше? А нужен ли Бог нам? Вот это да. Без Бога, говорят, не до порога. А нужен ли нам Бог? Без Бога не до порога. 15.5, Евангелие Тиана, Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Вы знаете, Игнатий Тихонович, вот, хотите я вам сказать, свою точку зрения, вот, просто объясню. Так, давайте, вы сейчас не можете разговаривать, все, до свидания, пока. Не, почему, я вам могу... Вы зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин, там поговорим, я ухожу уже, брату надо на работу. Все, с Богом. Хорошо. Смотри, какой верующий. А Бога зачем мне надо? Это прям настоящий православный. Остановите. Да? Да, все-то да. Пойдемте там уже. Я не ожидал, я думал, все закончилось уже. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У вас вопросы есть какие-нибудь духовные? Нет, спасибо. Ну, все, тогда. Не пропускай, наступай, не пропускай. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Людмила Степановна так же, просто он заедет, поможет мне там, советам и съедать. Супер. Светлана. Всё. А здесь не войдёт. Зато сегодня с маслом. С маслом? Да. Давай. С маслом. Вы в обед-то спокойно себе накладываете, сколько надо. Я, да, если там это, не обедаю, у меня не осталось. Ну, нет, нет, нет. Да. Да. Ну, надо, надо, надо. Я, наоборот, не знаю, не хочу идти. А приходит, не надо. Да. 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 Я, оператору внимания обратился. Смотрю. Я даже не понял, что она... У меня же там стоит закрыть. Она что-то на улице попросилась и вышли там. Да. 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 Так. Тоннимание. Да. 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 Так. mutta... Кまた... Нет, это магазин, а что надо варить? Он же не хочет. Нет, он легко развалится, вот этот магазин. Варить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Работники между серебромом, где это написано? Работники между серебром, где это написано? Работники между серебром, где это написано? Работники между серебром, где это написано? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Оплатите счет. Давай заплатим. Посмотри, как сделать это. Надо сделать вместо. Писи неохотно, а подгодолка. Писи неохотно. Счет подайте по интернету. Подойди, посмотри, что надо. Писи такой счет. Писи неохотно. Постой, постой. Лицевой счет. Лицевой счет. Писи неохотно. Давай, вот. Пиши. 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 Вы мне перешлите его, да и все. По интернету в скайпе. А я там скопирую его. По скайпу, да? Да. Хорошо. Сказано. Так. И где у меня тут? События. Охохохохохо. Семнадцатая. Теперь, восемнадцатая. Продолжаем. 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 Вопрос 112. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Обновленческое движение носило антиправославный характер, как сказал отец Михаил Капранов. Так ли это на самом деле?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Внешне это выглядело именно так. Если анти, то против чего? Что брать за основу? В церкви Тихоновской ориентации, если за основу брать первоапостольскую церковь, то реформа была на благо душ. Вели богослужения на понятном, родном, русском языке, упростили богослужения и прочее. Беда в том, что те, кто называет себя православными, и главное, батюшки, монархисты, совсем не православные и об истинном православии ничего не знают. Это требоисполнители, любвисты или типиконщики. Они соблюдают внешнюю форму и под видом православия насаждают тьму в суеверие. Суть обновленчества была не в реформе, а в предательстве, в сотрудничестве, в добровольном услужении коммунистам-сатанистам. Они отменили практически все каноны соборов. Обновленцами были будущие патриархи, митрополит Сергий Старогородский и Алексий Химанский. Они практически захватили всю церковную власть, узурпировали ее. Спрашивается, куда же подевались обновленцы вдруг все до единого? Когда митрополит Сергий официально издал свою предательскую декларацию, а сам в это время находился уже как бы в старой церкви, советская власть признала его так точно, как и обновленцев митрополита Виталия Веденского АИ. Так что московская патриархия это и есть самая настоящая, доподлинная, даже не правоприемница обновленцев, а именно обновленческая церковь. Не было уже никакой необходимости каяться, возвращаясь от обновленцев, как открыто сделал это Сергий Старогородский. Так точно случается при переименовании какого-либо предприятия. Никто не пишет заявление о приеме, не меняет документов. По правилам Григория Неокисарийского, сотрудничавшие с врагами церкви должны быть извергнуты из сана. Дух обновленчества пышно расцвел и плодоносец по сегодняшний день в московской патриархии. Сама московская патриархия в самом глубинном понимании антиправославная организация. Подлинное православие это первый век апостольское служение. В московской патриархии сегодня из 719 правил соборов и святых отцов 413, то есть 57% ежедневно умышленно нарушаются. Вопрос 112 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос 111 Евангелие от Иоанна 15.19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Написано, что мир ненавидит истинных последователей Христа. Мы видим, что государство сегодня не гонит православие, потому что вы государственная религия, вы признаны. Даже алкоголики говорят, что они ваши православные. А истинную церковь мир должен ненавидеть. Чем вы это объясните? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, что упрек не по адресу. Хотя мы и православные, но не московская патриархия, не государственная религия. Мы принадлежим русской православной зарубежной церкви к гонимой части. Это болезнь единения с мирской властью в России не с первого дня. Брак, который небеса не утверждали, потому что... Римлянам 7.3 Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Второе послание Коринфянам 11 глава 2 стих. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою. Евангелие от Иакова. Послание Иакова 4.4 Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Первое послание Иоанна, 2 глава 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви. За месяц или за два? Ну, тогда надо, чтобы не промахать, не промахать, это не журое, мой. Да. Польше 100%, да? А сколько на год? Посчитайте, 500 рублей, сколько там? А? А сколько там за месяц? Ну, допустим, скажем, 560. Уножим 12. Иди. Ну, если на 10, то 5600. Так. А тут 12 еще, да? Еще там сколько? Еще два. То есть, 560 до 560, так получается, 1120. Сколько? 6720, да, вот так. Значит, 7000. 7000. Положите, чтобы я не думал, но болялся. Наравниваем за счет декоративы. Так, посчитайте. Спасибо. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Сделай так, чтобы ты всегда были делеги. Я сейчас так сделаю, я закинул там, не знаю, вы же проверить-то можете, сколько у вас на счету будет? Ну, я не могу в этих кабинет, помоги. Вы же заходили как-то? Я не заходил, вот она, видишь, что она мне выдает. Ага. Дальше. Что дальше? Вот, 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 авторизация, значит, зайти, сколько? Я не могу зайти. Ну, раз... Это кабинет личный. Так у вас интернет-то работает сейчас? Интернет сейчас? Да. Работает. Работает, да. Они говорят, до 20-го. А истек, не знаю, как это так истек. Вчера только были, говорили, что до 20-го, до 20-го. Каждый день он мне выкидал, до 20-го, до 20-го. Да. Я хочу пробно закинуть рублей 200, чтобы понять, что у вас на лицом счете появилось 200 рублей. 200, это... Нет. Ну, как я проверю это? Ну, там-то у вас же вскрылась вот эта рамка-то. Вторая-то? Да. У вас же там написано, что у вас 0 рублей. Лицевой счет. Где 0, да, написано. Ну, вот, вот. Ну, так 200-то рублей они примут? Я закину сейчас 200 рублей. Если это все пройдет, значит, я могу другие деньги закинуть, чтобы не... Давай остальные, ну-ка. Не может ли это какой-нибудь мошенник? Как ты закинуешь? Сiar. Или не всегда закинуть. Ккак... Ну, смотрите знаешь вот весь System. Обновите его. Надо в личный кабинет. В личный кабинет надо заходить. Вот, заходить надо. Не могу, знаете. Попробуйте еще раз пароль ввести. А у вас есть пароль? Ну давай, какой именно пароль-то? Я не знаю какой, может я не тот. Какой именно пароль-то? А пароль, вот, я его сейчас и покажу. Слушай, плюсовой счет интернет. Сумма к оплате на 16-й была. 524,54, видимо, вот так. Не 560, а 524, видимо. Ну, да все, ладно. Ну, а теперь смотри. Мы запомнили, что ты признал. Закрываем. Как всегда мы заходим где? Ответ быстрый. Ответ быстрый, молча. Теперь дальше не отвечать еще. Вот он. Первый, а второй контрольный. Ну, это надо уже бросать 2019-й. Так. Теперь я открываю. Лисовый счет, дальше в виде ВКонтакте. Найти, какой пароль. Визуальный интернет. Личный счет на интернет у меня, вот какой. А там какой. А там другой же вроде. Почему? Значит, кому-то другому переводим? Там последнее 700 у вас, то, что вы мне послали. Ну, вот оно что, я могу это послать. Нет, надо туда разобраться, а то пошли никуда не надо. Ага. Надо разобраться, правильно ли я ему посылаю. Ну, вот он. У меня всегда был такой счет. А сейчас там 12 цифр. 105, 15, 207. 105, 15, 207. Нет такого. Совершенно другой. Нигде нет такого. Спасибо. 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 Так, ну, сейчас скрыть я пойду. Спасибо. 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 Доброе утро. У меня она показывает счет на 12 цифр. А до этого у меня личный счет в интернете был. Так, 10. Раз, два, три, четыре. Было так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восемь цифр только. Совсем другие цифры. Да какой мой? Раз, два, три, четыре, пять, шестьдесят два начинается. Да. Нету ничего, нету, говорить нету, все. Может быть, это обман кто-то перечисляет? Ну, понятно. Ну, как-то же это бы надо знать. Нету, Володя сейчас тоже кинул немножко туда. Я говорю, у меня нету, я же не знаю, что перевели-то. И нету ничего. Я ему... А когда? Проверь, пожалуйста. И Володя кинул 200 рублей. А я дал 7 тысяч, говорю, надо на год вперед, чтобы у меня было. Мне никак нельзя промахнуть. Ты обязательно скажи, что я рассчитался. Так, помоги мне, пожалуйста, разобраться, какой личный счет. Вот этот-то действительно, а тот недействительный стал? Шестьдесят два. Это... Теперь я тот могу заменить, написать это, да? Да. Двенадцать цифр, двенадцать. Да. Ну, все тогда, ну, сообщи мне, пожалуйста. Че, это цифр? Вот этот? Да. Старый. Новый. Так, годится? Ну, лишь бы потом не путаться. А? Лишь бы потом не путаться. Ну, а старый? А че вы старый совсем не хотите удалить? Ну, новый, наверное, снять. Я не могу убирать старый лишь. Мало ли еще. Старый. Новый. Пароль. Че он сказал, положил уже деньги? Положил, вчера, говорю. Я говорю, а что же, сегодня нет? Ну, не сразу там, говорит. А мы сразу решили, сегодня, ну, полминуты нету. Ну, подождем, спаси Христос. Если это... Это нам положил. Если это пойдет, то все, так и защитить. Защитить. Нет. Ну, поразу. Это мне не надо. Нет, надо проверить все. Сейчас проверить, пока держи, никуда не надо. Деньги отдал. Все, назад мне не надо. Это абсолютно точно. Третий. Ну, мне пока не ложи деньги-то. Нет, да подождать. Пусть и зад. Вопрос 110. Насколько оправданы жертвы Никоновского раскола, горе, кровь, страдания народа, если сейчас признано равноспасительным то и другое вероисповедание, православное и староавряческое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Реформа была ненужная, бессмысленная, вредная. Ни Никон, ни Авакум нигде не касались Библии и спорили даже не о второстепенных вещах, а о том, что вообще не сказано в Священном Писании. Оба они стоили один другого. Сильные духом, отважные и непокоривые, стоявшие до конца на своем, если бы они знали Слово Божие. И вся их энергия была направлена на проповедь Евангелия на русском языке, а не о том, на скольких проспорах служить литургию, на пяти или на семи. Как прижимать пальцы для крестного знамения два или три. Сколько раз говорить Аллилуйя два или три. И идти при крестных ходах по солнцу или против солнца. Страшно и больно рассматривать это. В каком плачевном состоянии пребывали архипастыри, пастыри и паства. И Бог попустил это за то, что они отвергли Слово Божие. И Никон, и Авакум были отторнуты от служения. Прок Исайя, 5 глава, 24 стих. Зато, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева. Прок Исайя, 30 глава, 12 стих. Посему так говорит Святый Израилев. Так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то. Иеремия, 8, 9. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Прок Исайя, 4, 6. Истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденье, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Говори. Да. Не понял. Нормально, это значит не обман здесь. А как я могу это узнать? Прямо, а как это набрать? Можно на стационаре набрать? Как мне позвонить-то? И ответят, да? Да. Так тогда это, лесовый счет, это надо на мобильном только? Да. Ну-ка, Володя, иди-ка сюда скорее. Ведь иди куда-то там даже. Ему еще раз объясни. На-ка, слушай внимательно. Добро говори. Подписывайтесь. Здравствуйте. 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 Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Считает брат Сергеев Павлович. Это все помещено на нашем страйке. Вопросы и ответы. Вопрос 106. Как можно будет определить время, когда в церковь Московской Патриархии нельзя уже будет ходить? Повторяю, это вопросы, которые мне задавали, когда я ввел занятия в университетах, институтах, школах, в милиции, в воинских частях и в твире радиопрограммы регулярно ввел. Вопрос 106. Ручо разбито у вас все. Ну, а все так сделаю. Размыто. А вчера запись. Это? Да. Сергеева запись. Ну, когда это было, так и я тут был. Тысячи. И они уходили, но я сохранял записки, в виде записки. Вот, если бы я хорошо слышал, а у меня рук уже... Наши боги. Наступит момент, когда эти слова скажут к своим ложе пастырям, которых сегодня почитают как идолов. Проповеди нет, жизни нет, движения воды нет. Остается только внешняя форма без внутреннего содержания. Придумали, что богу нужно проговорить 15 тысяч слов за вечер, зажечь свечу самого отвратительного качества. Они представляют бога как идола, которого нужно задобрить этим бормотанием. А бог говорит так. Притча 23-26. Сын мой, отдай сердце твое мне. Притча 23-26. Слово Божьему, Святой Библии. Продолжение следует... Вопрос 109. «На какие средства Вы приобрели свой молитвенный дом и почему туда не все могут прийти?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «Для Слова Божия не туз» подробно с опубликованием документов показано, как этот дом дал нам Господь Бог. Не за деньги, а по великой своей милости. «Я 11 лет судился за то, чтобы мне вернули незаконно отобранную у меня фонотеку, созданную мной при советской власти, оцененную в 11 миллиардов рублей». Это в 1997 году. «И наконец я этот процесс выиграл, правда не на всю стоимость, а только на одну двухсотую часть. Но и этих денег у властей не было, а нам негде было молиться, и я предложил рассчитаться недвижимостью. В этом особую помощь оказал нам прокурор Края Параскун и мэр города Баварин и его советник Овчинников. В счет покошения долга мне отдали два дома на Ползунова 6 и 6А, телефон 24 38 46 35 32 42. Наша община состоит из сознательно пришедших к вере, и у нас на здании нет купола, надписи. Эти здания жилые. Вы же в квартиру к себе всех не приглашаете? Когда мы узнаем человека ближе, и он пожелает прийти, тогда мы разрешаем. Мы на богослужении раздеваемся, оставляем в трапезной свои вещи, сумки, и у нас нет воровства. Если же будут посторонние люди заходить с копом, то ситуацию под контролем не удержать. Зачем нам, ближние люди? Обратиться к Богу они не смогут здесь, потому что у нас богослужение на церковно-славянском языке. Другое дело, если бы апостольское служение, тогда и посторонние могли бы остаться здесь. Пока богослужение на непонятном языке, нужно закрыться и никого не пускать из посторонних. Им делать там нечего, они не обращены ко Христу и будут просто глазеть, как в театре, и слушать бесплатное пение. А кое-кто просто шарится по чужим карманам. Нам это не нужно. Вопрос 110. Насколько оправданы жертвы Никоновского раскола, горе, кровь, страдания народа, если сейчас признано равноспасительным то и другое вероисповедание, православное и старообряческое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Реформа была не нужная. 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 Продолжение следует... 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 Ну, у тебя телефона нет, что стоит там, нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, если записать, то это легко сделать Так Адреса Давай Домашний Да, а что, у него два розы? Нет, у него сотого нету, у него только домашний Ну, какой? 8 Так 8 3-8 3-8-5 3-8-5 3-8-5 8-8 Хорошо, 8-8 2-2 девять 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 четыре четыре три все все хорошо я его это перенесу везде и смотри где у меня он есть сейчас промолотил нигде нету так адреса старые трудно ли это да и а вот а и а и и и и и и Все, поблагодарил вас, смотрим, пишем. Че? За мной сейчас Игорь заедет, Дубунов, так что я пойду. Так, хорошо. И куда повезет он тебя или до Селезенского? Нет, почему, мы на работе в Несте поедем. И он туда поедет? Да. Тогда я пойду к вас с вами. Подожди меня там. Как только пойдешь, меня крикни, я побегу. Вот такое дело. Слушай. У тебя туманно так это, ничего не видно или как? Так тебе меня видно? Да. Значит, разговор вот о чем. Ты каждый раз выставляешь какие-то там ролики. Я вижу, что наш сайт идет-то. Я не обращал внимания. Подряд несколько штук. А сегодня посмотрел, ты оказывается отдельно по одному вопросу выдаешь-то. А мне это как раз и нужно и считаешь, что нормально. А я их где-то пропустил и нигде не могу найти. И сейчас копался-копался, а вот эти взял. Вот мы начали с церкви, 55-ю папку. Ты предыдущие так же записывал с первого вопроса? Да. Ты мне их все до одного выстрои как-нибудь, я их все помещу. Или на эту, на флешку, чтобы я скачал. До одной по порядку, до сегодняшнего дня. И не жди, когда будем мы здесь. А считай сколько есть. А когда занятия будут, тогда какой ты на чем остановишься, то и... А это уже не повторяй. Мне нужно скорее все закончить. Я это скажу Вячеславу, чтобы он с той стороны шел. Богослужение он начал. А по одному вопросу это очень ясно, о чем речь идет. А мы-ка я и леплю их несколько, по полчаса, и никакой нужды не найдешь. Да. Ну что, берешься? Вы поручали общей знакомой нашей все, что я начитываю, выставлять. Она берет с моего канала и заливает на свой. Она их рано или поздно зальет. Она умеет это делать. Без меня. Ага, ну а насчитывать кто будет? Ты же насчитывать будешь? Да, да. Так надо, чтобы ты насчитывал не только во время, когда молимся, но и отдельно, как свободная минута, пока мы здоровы это. Насчитай папку эту. Потом предыдущую бери, которая перед ней, перед церковью. И так и иди все и сдавай. Договорились? Все, вы ей еще... Да, у меня на моем канале отдельный плейлист. Он называется «Отвечает Игнатий Лапкин». Но мне надо на свой канал перетащить. Она перетащит. Вы ей напишите плейлист от Сергея. У меня тоже канал «Отвечает Игнатий Библии» называется. Но она знает этот канал. И пусть она перетаскивает. А ты себе назови «Отвечает Игнатий Библии», чтобы нас не путали. Ну, он там по-другому у меня как-то называется. Я не знаю. Ну, а как я-то возьму? Она вам... Ну, как вы раньше... Она уже вам присылала... Я не знаю. Без пропуска. Вот я тут не вижу ни первого, ни третьего. Только вот там 106, 107. Я посмотрел сегодня, мне сильно полюбилось это. Да, так лучше, чтобы они... Сделать, чтобы все... На мой, как она ставит мои... Чтобы по порядку стояли. Мне плейлист это не надо. Это... Может быть, она в нем там будет ставить. А здесь-то я их буду ставить каждый день по одному. Я выставляю... Ну, как она вам... Она зальет, а вы замки снимете и все. И все. А в плейлисты-то кто-то пусть она ставит. Я там не знаю, где он их. Она просто знает их взять. Их не надо ни на флешке. Они уже залиты. Она просто оттуда берет их. Пускай. Мне надо, чтобы пропуска не было. Вот это вот сделай, добейся. Чтобы они стояли с первого. Какое... Какие ты делал когда? И ты сделай, потом проверь, чтобы без пропусков было-то. Как вот я златоуста выставляю по одному и каждый день. Житие выставил целиком по одному. Библию по одному пайлу. Так можно найти и архипелаг, гулаг, добротолюбие. Все по одному пайлу. Вам сейчас от меня что нужно-то? Я не понял. Нужно, чтобы то, что ты насчитал, было выставлено. Я не выставляю на ваш канал. Чтобы так выставил. Чтобы договариваться. Я не буду вмешиваться. Нашли или досчитали, если утеряно. Как вы не будете вмешиваться, когда это ваш канал и вы даете распоряжение... Мне готово им уже. Ты же сейчас сказал. Если ты раз мне их не высылаешь, на флешки не даешь, а кто-то другой... Другой этот вставит их там. Там только замки снимать. Я по одному буду каждый день снимать. Все. Да бейся, чтобы проверить, что там без пропусков. Все вопросы. Раз, два, три, сто шесть. Пропусков нету. Хорошо. У меня Сергей Новиков этим занимался. И Фрешенко. И они нашли потерянное... Мне поставили 360 житий-то. А утеряно было 950. И все нашли. Просто это общая знакомая не любит, когда посредники. Она говорит, пусть напрямую обращается, что нужно сделать. То я ей пишу, то Сергей Семенов. Она путается. Не знает, что. Говорит, много начальников, что делать, не знаю как. Тогда все. Совсем ты исключитель из этой работы. Мне это не нравится. Давать, не давать. Мне давай. Я сам буду заливать. Все. Вопрос решен. Мне. Только ты их найди, какие уже начитанные. Мне на флешки дай. Я скачаю. Они маленькие. Я их закачаю. Вчера у меня была беседа. Меня этот допрашивал по всем обвинениям. Один час тридцать две минуты. Я за ночь залил его. А если не на флешки? Если я вам ссылки дам? А почему не на флешки-то? Потому что они с ссылками, они уже названы и обработаны, залитые. А вам второй раз работу эту надо будет делать. Они уже с названием, уже с описанием. Их только копировать и вставлять на ваш канал. Ну, сделай как лучше. Я согласен. Но только мне как-то сюда перекинуть надо. Чтобы я их брал и ставил. Вот эти сегодняшние я скачал. Скачал. Ну, я вижу, сто шестой, сто седьмой. А где же первый-то? И нужно так. Именно от церкви. Я вас понял, да. Ты закончил дальше от церкви и по порядку так шел. Я вас понял. Я вам сейчас ссылку на плейлист дам. Это плейлист. Там кроме материалов о церкви нет ничего. Давай мне. Как его взять? Чтобы я зашел, взял. Я скачаю их сам. Хорошо. Сейчас я вам скину в скайпе. Вот эти последние я скачал. Мы вижу, там качают. Пропуски идут у меня. Я по скайпу прошел далеко-далеко кверху. А там один встретиться, дальше нет. Я вижу, издергался весь. Все. Давай, займись. Это твое поприще. Сильно звучит хорошо. Это похоже на Максима Каскуна. Маленькие крохотульки. Хорошо, сейчас я вам скину ссылку на этот плейлист. И идите оттуда и скачивайте. Давай, я проверю, понравится все. Принял. Давайте, с Богом. Давай. Давай, Иван. Да, Иван. Приехай.